Книга «Открытым оком». Тема «Старообрядцы». Том 2. Вопрос 725. Староверы говорят, что иконы должны стоять, но не висеть. Говорят, что молиться на сон грядущий можно с 4 часов дня. «Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Это напоминает размышления уборщицы перед портретом правителя. Вот думаю, то ли его повесить, то ли к стенке поставить». Староверы иконопочитания довели до логического завершения. Иконы у них, как члены семьи, как живые существа. «Вспоминаю про местных старообрядцев. Отмолились, то есть отстояли многочасовую службу и разошлись. Гостям отвели место, они разложили подружники и легли над них. Начался долгий стариковский разговор с жалобами на снох и зятьев, и вдруг грохот. Над ними висела метровая икона пророка Ильи, нарисованная на толстых дубовых досках. Старый гвоздь не выдержал и обломился, но икона упала углом вниз, качнулась и накрыла говельщиков, прибольно стукнув по упрямым лбам. «Выбравшись из пророческого гнева, они тут же ублажили его. А и грозе же ты, святые пророчие, но и милость твоя, но и милость твоя без границ только попужал». Порассуждали. А ведь мог и по черепу ударить, и тогда умолкли старушки и с благоговением к иконе заснули блаженным старобряческим сном. Это вам не бумажная коробейниковская копия, которую заряжают священники в Покровском соборе, вводя по оригиналу. А молиться на сон грядущем действительно можно в любое время. Только вслед за этим нужно и спать ложиться. Здесь никаких ограничений нет.